Что позволяет получить актуальную информацию об объектах общества, о транспорте, о земле и иметь информацию о начисленных выплаченных услугах, то есть кастролировать в состоянии расчетных бюджетов, получать и распечатать задавления и кредации о выплате и начисленном объекте, оплачивать через удачу эти налоги, скачать программу, если кто-то из вас будет иметь возможность покупать активную оплату, скачать программу «Белл», заплатить эти программы и при окоплении в каждой корпусе направить налоговую специю, что позволяет это делать, не приходя в этот полный налог. Для получения доступа к выясненному объекту можно обратиться в любую инспекцию, имея при себе спад, как и находиться в терминале. Можно пойти и через ректорные каналы связи тоже направить подробное заявление, указав свой акт с электронным объектом, который вы получите порог. Ну, в принципе, это не только, но и как физически говорится, есть, конечно, у электронных каналов сайта, можно заказать, там, потом, где он, например, свой знание, в своем сайте, выписку из единого государственного регистра. Можно, может, другое, в основном, это дальше касается, если у детей, у вас единственное, у логичных объектов. Да, то есть, как физически, у нас очень трудно. Давайте я добавлю по личным объектам. То, что вам говорила Михаиловна сейчас рассказывает, по личным объектам, это, значит, вы, наверное, тоже все уже знают. Если у кого-то есть транспортные средства, наверное, пользуйтесь сайтом. Также есть сайт налоговой службы. Этот сайт наш www.nolog.ru. Вы можете узнать любую информацию на этом сайте, любые информации о доходах, про себя информацию, по задолженности информации, обо всех изменениях и дополнениях по налогам. Это действительно удобная информация в плане того, что у нас очень много сейчас. Мы чаще преподаем, конечно, в школах, потому что грамотность, она действительно со школьной стороны начинается. И когда вы выходите даже в институты и выходите работать, у вас возникает сложность именно с наукообложением физических пенсий. Без знания законов у нас, как говорится, не освобождает от ответственности. В любом случае, зачастую, с учетом того, что я уже работаю 12 лет в налоговой службе, да, и вижу, что грамотность, она сейчас растет, но в любом случае она не так сильно растет, как и должна присутствовать. Потому что, когда вы выходите студентами из института, да, не знаю, куда вы пойдете, естественно, может быть, ваши преподаватели, ваши возможности какие-то позволяют вам куда-то пойти, какую-то образовательную, вы становитесь индивидуальными предпринимателями, вы образовываете какую-то свою организацию, да, вы какие-то не знающие налоги, да, не знаю, не о налогах, да, это тоже как-то немаловажно. В плане того, что когда вы образуете такие фирмы, предпринимательские деятельности, вы не знаете о налогах ничего, какие им должны быть, какая отчетность должна сдаваться, какая информация должна необходимость сделать, когда вы стали индивидуальными предпринимателями. Для чего это нужно? Потому что сейчас возникает вопрос, когда вы становитесь индивидуальными предпринимателями, вы организовываете свою организацию, в общем, возникают вопросы с налог обложениями. Потому что вы нанимаете на работу неграмотных бухгалтеров, неграмотных своих сотрудников, которые не знают ничего о налогах. А потом возникает, что ваши фирмы, задолго до того, как вы ее организовали, просто реквитируются. Вы становитесь заложником налогов те, которые, в принципе, налоговый орган и другие структуры вас просто взыскивают. Мы сейчас пришли к грамотности преподавать. Я не считаю вам лекции именно по налоговому кодексу и не зачитываю статьи о налоговом кодексе. Я хочу по нашим урокам налоговой грамотности дать людям просто понять, что не только важно платить эти налоги, но и грамотно их знать с учетом того, что действительно очень молодежь, которая приходит в инспекции, она задает такие немыслимые вопросы. Сейчас все есть в интернете, сейчас есть все на сайтах, сейчас есть письма, очень много расписанных, что вы можете получать, что вы не можете получать. Вот то, что сейчас вам Елена Михайловна рассказала про личное предметового уплательщика. Вот этот личный предмет позволяет физическому лицу контролировать свои доходы. По той причине, когда, я понимаю, все студенты в летний период, вы, наверное, отдыхаете, как и школьники, соответствующим образом, вы, наверное, работаете, кто работал в летний период внизу. Вы знаете, что в личном кабинете вы можете посмотреть все свои справки о доходах физических, а как физического лица, все ли было удержано налоговым агентом вашим работодателем, да, или, может быть, вы сами, как предприниматель, да, отчитываете по каким-то заопределенным статьям законов, да. Но в любом случае этот личный кабинет позволяет проверять все свои налоги как физического лица. Причем, грамотность, она тоже, почему важна? Потому что очень много стало моментов, что люди, например, не знают о том, что он должен платить налог. Не должен платить налог. Вы, наверное, чаще ездите за пределы Российской Федерации. Наверное, с родителем или сами катаетесь за пределы Российской Федерации. Выезжая за пределы Российской Федерации, вас на таможне или на границе могут за что? За налоги остановить. Правильно? Правильно. Неупустивость за неуплата налогов. И, соответствующим образом, даже личный кабинет позволяет вам проверить, перед тем, как вы выезжаете за пределы Российской Федерации, вот эту информацию. Чисто для себя, для подстраховки. Не важно, что вы платите, не получали. Потому что, в любом случае, между государственными структурами и вами, как физическими лицами, есть, в любом случае, почта России, которая вам доставляет данную корреспонденцию. Но от того, что вы не знаете вот этих законов, что вам на шестой день должно уже быть доставлено данное уведомление, вы об этом тоже не знаете. И вот эти моменты, которые физическое лицо не знает, оно все время в разъездах. Неважно, вы в разъездах, мама ваша, бабушка, дедушка, бабушка, они даже не знают о том, что есть у нас льготы по налогу на имущество, на транспортные средства, как для физического лица. Я еще вам с вами говорю, что мы не преподаем здесь такие уроки грамотности, которые я просто зачитывала вам в статье закона. Я говорю вам реальные вещи. На самом деле, с учетом практики, сложившейся того, что люди входят, и там молодежь, которая приходит и заполняет налоговые декларации по налогу на доходы, да, и узнают о своих налогах, даже в недоумении, что это должно быть. Мы не знаем о ставках налогов, которых у нас на территории Российской Федерации есть. Какая у нас ставка общая, единая по Российской Федерации, кто знает? 15%. Правильно. 13% основная ставка у нас по Российской Федерации. Со всех доходов у нас берется ставка 13% от всех наших доходов, которые мы получаем на территории Российской Федерации. Но есть и много других ставок, которых вы тоже не замечаете. У всех, наверное, есть компьютеры, везде интернеты, везде лотереи играются. У нас еще основная ставка 35%, которая часто стала встречаться. Основная ставка по 35% у нас все лотереи, выигрыши и призы. Где вы получаете, в какой организации вы получаете тот же мобильный телефон, тот же плей, тот же принтер, понимаете, который вам, в принципе, по сути дела, ни о чем, да? Вводи в магазин за 2 тысячи или там на брусную купе. Но вы не забывайте, что организация, которая вам дает данный приз, она облагает эту сумму и эту сумму оценивает ваш принтер. Этот принтер, может быть, стоит в магазине 2 тысячи рублей, а она оценит 4 тысячи рублей и обложит вас по ставке 35%. Вот эти все доходы как раз мы даем грамотность, чтобы личный кабинет хотя бы много налогоплательщиков заказывает. Не хотите вы подключаться, может быть, у вас нет ответа, поговорите с своими родителями. Это все возможно в любой инспекции, можно в любой орган подойти 5 минут вашего времени свободного, да? При подаче МНР и паспорта при имени, то вы можете получить в течение 50 минут паром на подключение данного пользователя. И этим пользователем пользуется. Это действительно грамотно, это действительно правильно. А наш сайт позволяет также, вы почему-то каким-то образом сайты судебных приставов смотрите, сайты ГИБДД, но почему-то все налоговые службы как-то обходят стороной. Я понимаю, все хотят избежать налогов. Это все прекрасно понятно. Никто не хочет выплатить лишних налогов. Для того, чтобы не выплатить лишних налогов, посмотрите эту информацию при себе. Какие налоги вы должны заплатить? За что заплатить налоги? Приобретая земельный участок. Сейчас молодежь приобретает земельные участки, живые дома. Вышла замуж, да, девушка, родила ребенка. Вместе с мужем решила вступить в апотеку. Уважаемые, вы для того, чтобы приобретая невижимые имущества, посмотрите, как это будет облагаться налогом, насколько это будет облагаться налогом, чтобы это ваше можно было потянуть по вашей зарплате. Понимаете? Может быть, вы осилите эту потеку на 4, на 5, на 6 миллионов рублей через 25 лет. Но налоги-то нужно выплатить, и налоги не маленькие. У нас со следующего года, сейчас 17-го года, у нас стоимость по квартирам идет от кадастровой стоимости объекта. А кадастровая стоимость объекта, поизвините, не рыночная, не неинтересованная, которая оценивала ваш пицц какого-то района определенного. Это приличная стоимость. Вы очень много информации, мы выкладываем на СМИ, на радиовещаниях, в газетах, в других каких-то налогах. Но вот этой грамотности, которая сейчас в стране творится, у нас в любом случае нужно это преподавать. Действительно, нашим родителям с вами, бабушки и дедушки, никто не ходил за налог в органы и преподавал. Хотя налог в органы с 2001 года существует. Но сейчас, выходя со школьниц, с институтов, становитесь вы родителями, становитесь вы бизнес-таблети или бизнесмен какой-то становитесь. Вы прочитаете все налоги, которые должны касаться вас, как юридического лица, так и физического лица. Неважно, как это связано. Много других ставок тоже налога связано с этим. Да, в большей части поставки наших 13% с нашей зарплаты, если вы работаете у какого-то работодателя. Это удерживает работодателя, потому что у него есть обязанность. А если он не удерживает вас налоги, если он вас не уверенит о том, что вы должны подать данную форму декларации. Потому что у нас существуют на территории Российской Федерации такие тоже правила, что физическое лицо, не только юридическое лицо, индивидуальный предприниматель сдает отчетность, но и физические лица тоже смотрят за своими доходами. Вы тоже должны смотреть за своими доходами. Это тоже мало важно. Я понимаю, что загруженность сейчас у нас большая, да? Вы вышли, пошли, копили свои дела, сделали, пошли на работу, пошли встретили ребенка со школы, так или с детского садика, забрали и быстрее домой. Ну, посмотрите хотя бы вечером, зайдите просто на сайт, зайдите в эту информацию личного кабинета, если вы себе такую и позволите информацию подключить для вашего удобства. Не важно, вы подключите, ваши родители подключат. Да, личный кабинет – это для каждого пользователя личного кабинета. Понятно, что ваши доходы родители не прочитают, если они подключат на себя личный кабинет налогоплательщика. Ну, вот сейчас у вас же в институте такая же ситуация. Вот мы с дамой недавно разговаривали, в вашем же институте. Вы оформили кредитную карту в банке, да? Не важно, в каком банке. Есть определенные доходы, которые вы не знаете, вы не считаете договора кредитные, которые вы берете в банках, кредиты. Даже кредит на пользователь-получатель, который вы берете на ипотечный кредит – это тоже доход. Это деньги лежат на счету у вас, на вашем счету, на счету банка. Это с нее идет 13% дохода с этого банка. Банк удерживает эти денежные средства, но вас об этом не уведомляет. Вы не знаете о том, что вы даже не кредитную карту, когда в случае с нее тоже там капают какие-то проценты по доходу определенным, с которыми тоже удерживается налог. Это тоже немаловажно, уважаю. Вы уже, так как нас привели в институт, да, я уже к вам отношусь, как уже к консорствам, да, если читаем в школе, да, грамотность налогов, грамотность. Им благодаря какой-то, какая ставка налога, какие там вообще доходы. Понимаете, им еще учиться и учиться. А здесь какие курсы находятся? Второй. Второй курс? Третий. 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 Разный. Разный. Посмотрите, выйдите с института, что дальше будете делать? Одним, чем заниматься? Вы прекрасно это знаете. Вы уже знаете, чем вы будете в дальнейшем заниматься. Что будете организовывать? Что будете проверять? Проверьте эту информацию. Для того, чтобы что-то организовать или какие-то вообще моменты совершить, вы проверьте, можно ли это совершить или нет. Потому что люди попадают под такие вешеные налоги, уважаемые, когда вы продаете недвижимое имущество. У нас по продаже недвижимого имущества, если у вас в этой собственности находилось менее двух лет, да, то вы в апотеку вступили. В лет десять строилась стройка. Но вы не были собственники, уважаемые. Вы вступили в права только, когда вам дали права собственности, свидетельства государственной регистрации или выписку из ГРМ. Не более того, но когда вы приобретаете недвижимость, она через десять лет построилась, и через три года вы решаете, что я хочу мне однокомнатную квартиру, так думаете тоже головой. Как вы ее приобретаете? Каким образом вы ее приобретаете? Потому что при продаже недвижимого имущества у нас облагается поставка 13%. Если у вас недвижимое имущество находилось в собственности менее двух лет, то это для тех прав, которых образовалось до 2015 года, а сейчас еще изменения с 2016 года вышли, что у вас должна находиться квартира, чтобы не облагалась эта налога более пяти лет. И когда вам агенты оформляют вашу сделку купли-продажи, или какую-то переуступку прав требования, вы тоже это узнаете. Будете ли вы облагаться этим налогом или нет? Потому что сейчас вот эти бабушки и дедушки, которые покупают недвижимое имущество, просто попадают под налоги. Потому что агенты неграмотно оформляют данные сделки купли-продажи. Они оформляют в порядке дарения. И вы, грубо говоря, в дар получаете какую-то долю из-за того, что агент не захотел заплатить какую-то госпошную под большие налоги. Просто под большие налоги. Уважаемые, мы просто сейчас хотим довести до вас так, чтобы грамотность наших, да, людей, граждан Российской Федерации, была настолько выше, чтобы вот этих моментов, которые возникают по налогам, да, которые возникают по сложности, да, которых вы не знаете, не обязательно вы будете преподавать. Вам даже преподают, потому что, чтобы вы довели еще до родителей своих мам, бабушек, которые также будут оформлять, может быть, сделку купли-продажи, оформлять вам недвижимое имущество. Вы посмотрите о налогах, как это будет облагаться налогами. За сколько вы приобрели недвижимость, за сколько вы продаете, от какой стоимости считается, когда стоимость налогов. Молодые люди, вы покупаете транспортные средства, больше, чаще всего, чем молодые девушки. Я понимаю, что девушки у нас сейчас тоже ездят на транспортные средства, больше, чем молодые люди. Но приобретая транспортные средства, вы тоже, смотрите, у нас дорогостоящий вид транспортного средства идет с повышающими коэффициентами. У нас, извините, Мерседесов, все БМВ и все остальные трощи, у нас помимо ставки налога определенной, у нас идет повышающий коэффициент. Потому что это дорогостоящий вид транспортного средства. К каким это относится транспортное средство? Какое вы приобретаете транспортное средство? Будет ли этот облагаться налогом или не будет? Можно ли возможность оформить до какого-то другого лица? Потому что даже ваши родители не знают, что иногда у нас отечественные автомобили, отечественного производства доставить из лошадиных сил, освобождается как пенсионеры. И они об этом даже не знают. Это все от вас зависит. Потому что родителями, я вам еще раз говорю, не преподавали науки грамотности. Многие не знают об этом и чего. Я понимаю, что сейчас я вам рассказываю, о каких налогах может быть эти вещи. Я вам сказала реальные вещи, которые попадаются по налогообложению, с которыми вы сталкиваетесь и каждый год, и каждый раз в раз. И когда мы вам объясняем о том, что в налоговом органе есть существующие консультации бесплатные, есть, вот как мы ходим по урокам грамотности, есть мы преподаем и в администрациях разных районов. Есть уроки налоговой грамотности у нас отдельно на сайте Выбыши, где у нас преподают уроки налоговой грамотности. Пройдите. Я не думаю, что вам нужно куда-то ходить сейчас. Все есть на сайте. Действительно, есть на сайте. Почему-то штрафы ГИБДД вы смотрите, чтобы проехать на машину куда-то, когда вы выезжаете с родителями, вы сами куда-то выезжаете. А почему-то в налоговую органу вы не заглядываете, что вас также могут остановить на дороге, понимаете, выйти из машины и оштрафуют машину, а вы уедете. Были очень большие звучи. Вы это не проверяете. Почему у нас налогоплательщики считают, что у нас, в принципе, вот эти моменты, они немаловажны. Кто знает, у нас вообще пополняемость наших налогов, всех наших, да, моя зарплатная плата, ваших учителей, вас даже, она больше пополняется. У нас 2,3% идет бюджета Российской Федерации, это наши налоги с вами. Это бюджетная организация. Ваши дети ходят в детские сады. Ваши дети ходят в школы. Ваши дети бесплатно питаются. Вас бесплатно лечит тоже по страховому полюсу. Это тоже все наши налоги, которые мы собираем. Это тоже нужно понимать. Я понимаю, что сейчас в лечении любое заведение учебное или какое-то заведение, в любом месте оплаты. Я понимаю, что и в большей части здесь у вас, наверное, не бюджетная организация, где вы на бюджетной сфере учитесь. Наверное, все плавно учитесь. Это тоже прекрасно понимают. Вы тоже понимаете о том, что вы в дальнейшем и родители, и бабушки с дедушками, которые своих внуков, своих детей содержат. Но пока у нас школа, наша школа и образовательные учреждения, они учатся практически бесплатно в школе. А кто их содержит? Опять же, мы собираем все налоги. Из чего собираются эти все налоги? Я не хочу вас грузить на налоги, то, что вы обязаны платить, то, что должно быть. Значит, расскажу какие-то моменты про вычета. Это сумма вычета, в которой вы тоже мне впоследствии тоже не знаете. Значит, у нас при продаже, если вы продавите налог на квартиры, доли в квартире, да, семейный участок, живой дом, при продаже налог на имущество, имущественных налогов, у нас не облагается сумма 1 миллион рублей, которая вам, государство, дает возможность, чтобы с этой суммой не облагалась данная сумма налога. Значит, если вы продали за 2 миллиона рублей недвижимое имущество, миллионы будут облагаться налогом, миллионы будут не облагаться налогом. Это тоже нужно знать. Вот этих моментов тоже не знаете. И когда вы попадаете в такие убеженные суммы, тем более сейчас, на сегодняшний день, может быть, как кто-нибудь в ближайшее время оформил какие-нибудь договора по продажам, какие-нибудь сделки, никто не оформлял? Да. Никто не оформлял. Может быть, ваши родители спросите, вот сейчас, на сегодняшний день с 15-го года, я знаю, что все налоговые агенты, если они весь день сдавали раньше 1 миллион рублей когда в руках при продаже, чтобы это вами не облагалось налогами, да, и чтобы и меньше платилось госпошлим, как налоговым агентам, да, от сделки, сейчас стоимость квартиры должна приравниваться к кадастровой стоимости вашего объекта. И кадастровая стоимость, увы, не маленькая. И это вы тоже должны понимать. С учетом того, что в порядке дарения, если вы получаете от постороннего лица в порядке дарения доход, да, доля квартиры, площадь квартиры, не важно что, это облагается налогом. Только не подлежит налогообложению налога на доход физически в порядке дарения, если это подарено родственникам, да, мама, папа, брат, сестра, муж, жена. Это не облагается по ставке 13% вне зависимости от того, как вы записали данную квартиру, вне зависимости какую вы продаете площадь и какая стоимость указана в данном договоре. Только один миллион рублей при продаже не облагается налогом. Тоже будьте внимательны. Есть еще один нюанс. Для налогоплательщиков у нас государство, в принципе, приняло законы, и это тоже закон уже действует, в виде документально подтвержденных расходов. За сколько вы купили квартиру, купили за 2 миллиона рублей и за 2 миллиона продали, грубо говоря, это тоже не будет подтверждать налогоплажения. Это называется документально подтвержденный расход на покупку этой недвижимости. Только в этих двух случаях, в этом одном случае, это полностью будет не облагаться налогом. Вот эти тоже моменты сделки вы тоже не путаете. Вы сейчас выйдете с института, наверное, захотите что-то себе приобрести. Вступите в ипотеку. Пойдете в кредитные банки. Смотрите тоже внимательно. Читайте условия договора кредитных банков. Читайте договора строительных фирм, с которых вы включаете данную степень. Читайте договора даже тех агентов, которые идут вам навстречу и за вас все делают. Вы читайте это все. Я понимаю, что это все опять же маленькие буквы, кроме маленькие цифры, которые прописаны. Вы попадаете еще раз, я говорю, под такие налоги вешеные, которых вы даже знать не знаете. И вот эти уроки налоговой грамотности, они просто так дарятся вам, чтобы вы хотя бы знали какие-то моменты налогообложения физических лиц, да, при продаже недвижимости, при покупке недвижимости и все остальное налоговой грамотности. Транспортные средства у нас не облагаются всего лишь 250 тысяч рублей. С остальной суммой идет сумма дохода. Продали за 500 тысяч транспортное средство, иначе 250 будет не облагаться, 250 будет заплатить по ставке 15%. И у вас еще остается, по мере того, что вы должны заплатить этот налог, у вас остается за вами отчетность по форме 3DFL. Я просто сказала, что не только физичный, юридический принцип, не дарит предпринимателя отчитываться по какие-то налоговые какие-то ставки, за вами тоже остается обязанность сдачи форума определенных. Это форма налоговых деклараций по налоговому доходу физических лиц по форме 3DFL. Это так и называется. Почитайте эти все моменты. Я понимаю, что вы сейчас выйдете с аудитории, в одну углу летела другая улица. Но я вам еще раз говорю, что в принципе, с учетом того, что мы преподаем уроки налоговой грамотности уже второй-третий год, понимаете, видно, что родители доводят эту информацию. Даже те люди, которые приходят, они сами заполняют эту декларацию умно и грамотно, те, которые в момент возникают в жизни. Вы все столкнулись с делками, еще раз вам говорю. Не важно, какая ситуация будет, через 5-10 лет, все давно это сделано будет, когда-нибудь. Дай Бог, чтобы у вас всех квартирах все было в порядке, вы жили, было бы получено все такое прочее. Но при разводе, когда вы разводитесь с мужьями решенными, понимаете, у вас возникают сложности с опять же с недвижимостью, которые срочно нужно гадать и срочно нужно поделить. А вот эти миссии анимации, которых вы не знаете, вот с этими возникают моменты. Налог на доход, я думаю, что я все сказала. Единственное, сейчас я начну с вычетов, которые в принципе, да, моменты, которые я возникла, это самые основные моменты, которые вы сталкиваетесь как физические лица. Но помимо государства того, что вы еще и должны заплатить налог, она еще дает возможность приобретения и быть приобретателей таких вычетов, как имущественные вычеты социальных стандартных вычетов. Значит, по поводу вычетов. У нас в соответствии с законодательством, да, помимо того, что государство у вас собирает все налоги на доходы, да, как физического лица, но и дает возможность отдавать эти налоги обратно. Значит, что это такое? Если вы работаете, родители ваши работают, я думаю, что все, половина, наверное, студентов, часть и вся студентка здесь, которая находится в зале, наверное, учится на оплатной основе. Я не просто так сказала. Вот этот вычет дается в соответствии с законодательством в размере 50 тысяч рублей. Грубо говоря, вы сами за себя, за свое учение, если вы работали и получали доход в этом налоговом периоде, а у нас период считается этот год, да, или ваши родители заключили с учебным заведением данный договор об учебном заведении, родителям вашим дается вычет в размере 50 тысяч рублей. С нее вы не облагаете поставки 13 процентов, возвращается поставки 13 процентов. Что это такое? Если кто не знает, может быть, кто-то пользовался, пользовался, да, налоговую декларацию заполняют ваши родители. Если они работают, получают доходы, поставки 13 процентов, они имеют право воспользоваться таким вычетом на ваше обучение ежегодно, да, в том периоде, в котором были бы весны расходы на ваше обучение. Но не больше, конечно, 50, я надеюсь, законодатель у нас принят какие-то меры, я думаю, что все-таки не придет вычет в размере для ребенка, да, в учебном заведении. Больше 50 тысяч, конечно, 50 это сейчас ни о чем. не обучение. Значит, 13 процентов с этой суммы доходов. Ваши родители получили доход, ну, к примеру, 300 тысяч рублей в год. Я образно говорю, да. С нее удержали налог в размере 13 процентов с этой налогой. Но в соответствии с законодательством ваши родители предоставляют все документы. Вы берете в учебном заведении, да, документы о том, что вы учитесь, ваши родители вас обучают. И до 24 лет, если это на очной форме основы, родители вы можете получить в размере 10 тысяч рублей. К диаграмм вашим родителям, если даже удержали налог поставки 13 процентов, обратно государство возвращает в размере 6500 рублей. Это тоже не маленькая сумма, в принципе, об этом тоже много кто не знает. Что родители имеют право на такой вычет и можно обратно вернуть денежные средства в размере этой суммы. Помимо вычетов на обучение для ребенка, вы можете сами себя обучать. Если вы работаете, обучаетесь, размер вычета у нас составляет 120 тысяч рублей. С нее 13 процентов. Вот кто понимал руки по тому, что кто вы работали, вы тоже получали доходы. Если вы обучаетесь сами себя и за свое обучение сами оплачиваете, пожалуйста, подавайте налогу, декларацию по налогу на доход физических лиц и подавайте на эти вычеты в соответствии с законодательством. Но вы этого не делаете, вы этого не знаете. Потому что мы не интересуемся налогами, потому что мы не проще, естественно, зайти на сайт ГИБДД и посмотреть, есть у меня штрафные санкции по ГИБДД. Более того, на налоговый сайт мало кто заходит. Мало кто знает об этих вычетах. У нас помимо лечения, лечения, как у вас родители можете обучать, так и сами себя обучать. Вы можете обучать своих сестер и братьям. У нас смешные изменения в законодательстве. У нас общая тоже сумма 120 тысяч рублей. Общая. Лечебная. Я думаю, все ходят в зубную клинику. Все платят в зубную клинику денежные средства. Не думаю, что вам какие-то платные процедуры окрасывают. Это тоже вы несете свои расходы. Вы также имеете право получать данную вычетку, у вас есть 120 тысяч рублей. И с нее получать 13%. Вас может также лечить ваши родители, но, правда, до 18 лет. Это не к вам относится. Но если братья и сестры до 18 лет. Или сами за себя, если вы получаете доходы. У нас очень много других вычетов. И социальное страхование. И страхование жизни. Медицинское страхование. Наверное, мало кто знает, наверное, что ваша, например, жизнь, может быть родители застраховали. Мало кто, наверное, знает. Но это может быть и так и есть. Но это тоже можно получать такие вычеты в соответствии с законодательством. Но мы этого не знаем. Мы знаем только то, что мы говорим по нашим интернетам, по нашим сайтам, налоги, 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 платите налоги и более того. Помимо того, что у нас по укладу всех налогов, мы еще и пользуемся вычетами в соответствии с законодательством. С учетом того, что у нас есть еще один момент большой, который всех интересует, в принципе студентов и школьников, когда говорятся о вычете, когда я вам говорила, не просто по покупке недвижимости, у нас вычет в размере 2 миллионов рублей и 3 миллиона рублей по проценту, по кредиту. У нас почти и вычет в размере 5 миллионов рублей сейчас на вычет идет на покупку недвижимости. Любой гражданин Российской Федерации, приобретая на территории Российской Федерации объекта недвижимости, имеет право воспользоваться таким вычетом и получать с него 13 процентов, если у него есть, конечно, доход, но если он не работает и будет приобретать недвижимость, конечно, вычетом таких не получится. Ваши родители когда-то приобретали недвижимость, неважно, в 10-м году это было, в 13-м году, или в 9-м году, вычеты не изменились. Может быть, разница в сумме вычетов, может быть, была, но не более того. Вот этих моментов вы тоже не знаете, что вы можете пополнить свой бюджет, бюджет обратно, денежных средств, которые вы создали, но наоборот, вам дали возможность. Вот этих моментов вы не знаете. Вы только знаете, что налоги собирают, налоги, более того. И все, вы даже не задумываетесь о том, что вот эти моменты, которые возникают с вами же, как физическим лицом, когда вы заключаете, опять же, я вам повторюсь, кредитный договор в банк, берете ипотеку, берете кредиты по потребительству. Уважаемые, вы должны знать, вы грамотно и должны, как специалист, как физическое лицо, посчитайте аналоги все, чтобы не ошибиться, да, и какие-то моменты с вами не возникли сложности. Даже с вашими родителями, не обязательно с вами. Мы все равно, когда-нибудь приобретем электранспортные средства, как данные, или недвижимые имущества, будем продавать свои недвижимые имущества или транспортные средства с временем частота. Неважно, что. Эти моменты, они не такие сложные для налогообложения, как физического лица. Я понимаю, что вы не должны, вы знаете, понимаете. Удовольствами дают доводить никто не будет. Налоговый орган только собирают налоги, не более того. Да, мы даем консультации по всем вычетам, по всем законодательствам, по всем изменениям и дополнениям. Вы проверяйте свои доходы и расходы, которые вы делаете. А то, что изменения сейчас выйдут в закону, еще бы это не принято в законную силу. То, что за физическим лицом сейчас будут проверять всякие расходы. На что вы приобретаете недвижимость, на что вы приобретаете транспортные средства дорогостоящие. Я думаю, что ваши папы, мамы вспомнят, может быть, придете домой, может быть, у мамы спала, у бабушки, даже у дедушки спросите. Раньше за второй пар туфель, за второй пар логулей у нас брались налоги. Это не сейчас. Вы приобретаете чайник электрический, с вас берут налоги. Нет, к сожалению. Такого сейчас нет. Или за второй пар логулей у вас забирают тоже налоги. Нет, у вас есть конкретики определенных налогов, которые тоже обеспечивают. Они не такие широкие, как вам кажется. И вот эти моменты какие-то, которые вы сталкиваетесь, они важны. Я думаю, что, в принципе, если какие-то у вас вопросы, я таким образом и кратко рассказала. Как первые красавицы, я считаю, что это все. АПЛОДИСМЕНТЫ